Здравствуйте, Андрей Викторович. Добрый день. Буквально недавно без тепла остались многоквартирные дома в Киреевском районе. Осенью вовремя тепло не дали в узловой. То есть что мы видим, что деньги? Жилищно-коммунальное хозяйство вкладывают и большие. А по факту аварии как происходили, так и происходят. Почему? Тут можно соотнести это с нерасторопностью руководителей муниципальных органов власти, которые на территории как раз и должны обеспечивать надлежащее тепло и водоснабжение населенных пунктов. Безусловно, в Тульской области уделяется более 200 миллионов рублей ежегодно на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Те аварии характерны изношенностью сетей. Мы впервые еще в прошлом году добились того, что износ инженерной инфраструктуры с 70% снизился до 67%. Но на сегодняшний момент это достаточно серьезный вопрос, о котором у затронули. А есть понимание, когда мы уйдем от проблемы износа коммунальных сетей? По подсчетам даже в Российской Федерации, в Тульской области, для этого потребуются достаточно большие вложения. Это несколько миллиардов рублей, на которые регион, с учетом того, что мы достаточно много строим по переселению программы из аварийного жилищного фонда, к сожалению, на сегодняшний момент предусмотреть такие расходы невозможно. Так программа развивается достаточно комплексно, системно. Например, мы в Веневе уже второй год в этом году будем реконструировать центральную теплосеть. Как раз это пример системной работы, которая позволит нам избежать аварийных ситуаций в будущем. Ну а где самая сложная ситуация по районам? А вы назвали их Узловский район, Киреевский район, Богородицкий район. А почему именно там, если деньги же они выделяются как-то равномерно, правильно? Ну давайте посмотрим сами на эти районы. Во-первых, Киреевский район достаточно большой по своей площади, разбросанный. Это бывшие шахтерские в основном населенные пункты. У нас в основных районах, где располагаются бывшие шахтерские поселки? Ну это же основа. Понимаете, в Кимовске проблемы с водоснабжением, где за отсутствие запора на арматуру мы вынуждены каждый четверг отключать водоснабжение во всем городе Кимовске. Сейчас мы в этом году впервые запорную арматуру поставили для того, чтобы по крайней мере отсекать уже улицами, да, не всем городом. Какие задачи перед вами, перед вашим министерством стоят по исполнению указа президента? Указы достаточно номер 600 от 7 мая 2012 года. Там достаточно большой объем работ, разделен как на жилищно-коммунальное хозяйство, так и на строительство. В большинстве своем он касается строительной отрасли. Это то, что нацелено на новую стройку. Напомню, что до 2016 года у нас должен быть ликвидирован аварийный фонд, да, все должны быть переселены, правильно? Более уточню, 1 сентября 2017 года. 2017 года. Хорошо, мы успеем? Мы приложим для этого все усилия. И на сегодняшний момент программа выполняется в полном объеме. А хватит ли объема строительства, чтобы покрыть все наши запросы? Чтобы всех переселить? Будет куда переселять? Во-первых, мы для этого и строим. У нас 368 тысяч квадратных метров жилья, которое признано на 1 января 2012 года аварийным. Соответственно, этот объем мы должны построить или обеспечить приобретение квартир в тех домах, которые построят частные застройщики, для того, чтобы переселить людей в благоустроенные жилые помещения уже. По крайней мере, в 2013 году мы такую программу уже выполнили по отношению к 2012 году. В 2014 будем выполнять за 2013 год. В Кирейском районе строили потрясающий энергоэффективный дом на солнечных батареях. Какова его судьба? На сегодняшний момент, в связи с тем, что у застройщика в ходе строительства были выявлены ряд строительных недостатков, которые, к сожалению, повлияли на дальнейшие перспективы строительства, мы обратили суд о расторжении контракта на строительство этого энергоэффективного дома и взыскании застройщиков в полной суммы, это 17 миллионов рублей тех денежных средств, которые были уплачены за его строительство. В конце декабря 2013 года суд удовлетворил наши требования в полном объеме, взыскав дополнительно застройщика еще около полутора миллионов рублей штрафных санкций. Так дом будет построен? Да. Энергоэффективный на солнечных батареях. Да, значит, мы на сегодняшний момент рассматриваем вопрос, как мы те недостроенные конструкции, которые есть сейчас на строительной площадке, можем забрать себе в региональную собственность, ну, законными процедурами, законными механизмами, и этот дом достроим. Но тут не надо переживать, мы на территории города Болохо строим для 17 семей, которые должны были уехать в этот дом, новый дом 17-квартирный, который в начале 2014 года мы сдадим эксплуатацию, переселим эти семьи. А дальше уже будем заниматься энергоэффективным домом. С аварийным жильем понятно. А что делать тем людям, которые живут в домах, которые признаны ветхими, но не признаны аварийными? Ветхие можно разбить на две части. Это то, что требует капитального ремонта и может обойтись данным набором работы или услуг, в том числе комплексным капитальным ремонтом. Это будет работать региональный оператор с этого года, с текущего. А второе, это использовать возможности ипотечного жилищного кредитования, в том числе через наш региональный фонд. То есть помочь самим себе. Совершенно верно. Региональный фонд ипотечного жилищного кредитования Тульской области. Вы не забывайте, что там выделяются безвозмездные субсидии для определенной категории граждан. Кто это в первую очередь? Это работники бюджетной сферы, это многодетные семьи, и это люди, проживающие в ветхом жилищном фонде. И в каком размере? Это размер от 30 до 90% от рыночной стоимости жилья идет. А запрос на эту услугу есть? Да, на сегодняшний момент 300 миллионов рублей в этом году выделено как раз в этом направлении. И сколько семей могут улучшить свои жилищные условия с помощью вот этой субсидии? На сегодняшний момент уже более 100 семей. Это из различных, в общей сумме по различным категориям уже эту поддержку получили. А сколько сейчас проживают в ветхом фонде? Ну, достаточно много. У нас более 2,3 миллиона квадратных метров. Это ветхое аварийное жилье. Вычесть 368, это получается практически 2 миллиона квадратных метров ветхого жилищного фонда. То есть все на субсидию рассчитывать не могут? А кто тогда, вот если я пришла, у меня ветхое жилье, и рядом со мной еще один пришел человек, у него ветхое жилье. Как понять, кто из нас получит субсидию? Ну, в порядке очередности, кто первый в порядке сдачи документов. Кто первый пришел к тому этапе? Ну, безусловно. И какая уже очередь на получение субсидии? Ну, пока очереди нет. Люди? Да, те, кто хочет, он получает все полный объем. То есть людям надо поторапываться сейчас? Надо все-таки собрать определенный пакет документов и представить их в фонд потечных жилищных квадратований. Теперь о новом законе о капитальном ремонте. Как он будет работать? 30 декабря 2013 года была утверждена программа капитального ремонта Тульской области. Каждый гражданин может ознакомиться с этой программой. Из нее он узнает перечень работ, которые по каждому дому будут проводиться. Кто определяет перечень работы? Перечень работы определяют органы местного управления вместе с органами технической инвентаризации. А жители как-то смогут повлиять на перечень этой программы? Они сейчас ознакомятся. И если какие-то перечни работы не вошли... А он уже составлен этот перечень по каждому дому? Да, он сформирован. По каждому многоквартирному дому Тульской области? Совершенно верно. Но каждому многоквартирному дому давайте определимся. Это дом, который имеет три и более квартир. Таких домов 12,5 тысяч ориентировочно. Большую работу вы провели? Большую, да. 12,5 тысяч. И по каждому дому конкретно указан вид работ и период времени, трехлетний период времени, когда эти работы будут в каждом доме осуществлены. Перечень работ четко определен законным капитальным ремонтом на квартирных домах. Это касается в основном капитального ремонта инженерной инфраструктуры, систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения. Это ремонт кровли, фасада, подвальных помещений. Это установка общедомовых приборов учета. Это работы, связанные с обеспечением деятельности маломобильных групп населения. Надо рассказать, как люди сами выбирают способы формирования фондов. Как им сейчас предстоит выбирать? Совершенно верно. После того, как программа будет опубликована, у людей есть 6 месяцев. То есть с февраля практически? Да, с 1 февраля мы планируем по 1 августа провести общее собрание у каждого многоквартирного дома. То есть у каждого с 12,5 тысяч, потому что бы определиться о форме формирования фонда капитального ремонта каждого многоквартирного дома. Какие способы формирования фонда? Их три. Первый. Если в доме сформировано товарищу собственнику жилья, или имеется жилищно-строительный кооператив, либо другой специализированный кооператив, и количество квартир в этом доме не более 30, то они имеют возможность самостоятельно определить форму формирования фонда на специальном счете. То есть тогда ТСЖ открывает специальный счет в банке, не в любом, имеющий государственное участие, имеющий капитал не менее 20 миллиардов рублей. То есть в банке тоже определяются определенные требования. Да, и тот перчень, который опубликован на сайте Центрального банка Российской Федерации. И они полностью будут сами ответственны за те работы, которые будут выполнены в доме. Совершенно верно. Подрядчики сами ищут, работа определяются. Деньги сами собирают, принимают сами и так далее, и так далее, и так далее. То есть это самостоятельная работа. А другие способы? Значит, в том случае, если под эти критерии не подпадает, либо принято другое решение, то есть два варианта. Первый. Это в общем собрании собственников жилья жители могут принять решение о формировании фонда на специальном счете, но у регионального оператора. То есть региональный оператор откроет для этого дома отдельный счет, и все деньги, которые приходят от жильцов этого дома, будут аккумулироваться именно на этом доме. Поэтому никто не имеет права потратить эти денежные средства без решения общего собрания собственников жилья вот этого конкретного дома. Спецсчет у регионального оператора – это второй способ. И третий способ? И третий способ – это когда общим собранием собственников жилья выбрана форма формирования фонда у регионального оператора. То есть этот счет открывается у регионального оператора один, на который поступают денежные средства с конкретным квартирного дома. И там, получается, собираются деньги со всех многоквартирных. Да, это кубышка. Так называемый, вот сейчас стали называть общий котел, да? Совершенно верно. Чем он выгоден? Выгоден он тем, что для тех домов, которые могут собирать на свой капитальный ремонт достаточно долго, он может прилечь денежные средства с других домов, выполнить капитальный ремонт и после капитального ремонта оплачивать расходы, которые пойдут на капитальный ремонт других домов. А есть вероятность, что сначала дом выбирает способ управления вот этого общего котла, да, принцип общего котла. Делаются их дом, то есть всем миром собрали деньги, отремонтировали им там систему водоснабжения, теплоснабжения и они меняют способ управления и выбирают специальный счет. Ну вот видите, вы думаете, как это, хитрее может быть? Да, безусловно, но ЖК присмотрел эти условия. И он говорит о том, что в случае, если такие случаи бывают, а изменить способ формирования фонда можно в любой момент, значит, все расходы, если денежные средства собраны в большем объеме, чем произведены работы, эти денежные средства со счета регионального оператора переходят непосредственно на спецсчет, если работ произведено больше, чем собрано домом на квартирном, соответственно, эти денежные средства удерживаются у собственников жилых помещений. То есть все равно придется заплатить? Безусловно. Заранее выполненные работы, за фактические выполненные работы уйти от платежа не получится. И сколько в месяц мы будем платить за эту услугу? Значит, тут в постановлении правительства утвержден платеж в размене 5 рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения для домов этажностью 5 и менее, и 6 рублей для домов этажностью 6 и более. Ну, для понимания, по стране это много-мало? Ну, это средний платеж для Российской Федерации, даже чуть меньше. Уже который год на федеральном уровне говорят о том, что надо привлекать частные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В чем же выгода у инвестора строить новую котельную, прокладывать трубы? Зачем им это надо? Да нет, это достаточно интересный бизнес. Я вам больше скажу, что у нас практически более 2-3 теплового хозяйства региона как раз управляется частным бизнесом. По одной простой причине, то есть вложение в систему теплоснабжения за счет тарифа на теплоснабжение окупается достаточно быстро, то есть это период от 5 до 7 лет. Цели на 2014 год перед министерством какие стоят? Мы в этом году в 112 муниципальных образованиях, это поселениях и городских округах, утвердили схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Что это за документ? Он, во-первых, характеризует состояние сегодняшнего коммунального хозяйства на территории региона, не региона, а муниципального образования. И самое главное, показывает, что же нужно изменить в нем, в этом коммунальном хозяйстве, в каждом конкретном населенном пункте, для того, чтобы улучшить теплоснабжение, улучшить качество воды, которая поставляется жителям, изменить ситуацию по водоотведению, чтобы она не протекала по улице населенного пункта. Так, план есть, а денег, чтобы его реализовать? А вот это интересно, я почему перебросил этот мостик для инвесторов. Инвестор видит, что же нужно муниципальному образованию, и он готов предложить свои условия. Он говорит, да, я готов построить в том месте, в котором предусмотрена схема теплоснабжения, новую модульную котельную. Я готов заниматься этим бизнесом. Заключается долгосрочное отношение между муниципалитетом и инвестором, и инвестор спокойно осуществляет свой бизнес, бизнес-проект. То есть ставит модульную котельную. Взамен муниципальное образование получает надежный теплоноситель, который не подведет зимой, а люди получают более качественное теплоснабжение. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!